Салям алейкум, дорогие телезрители! В эфире программа «Спортивный характер» и я ее ведущий Денур Катаев. Судя по количеству машин и отдыхающих, летний сезон в Крыму в самом разгаре. Именно сегодня в ловушку нашего объектива попал каякинг. Как и когда этот вид спорта сформировался и появился, смотрите далее в нашем сюжете. Каякинг – это мощный выброс адреналина и отличная возможность получить массу незабываемых впечатлений. Этот вид водного туризма известен нам с давних времен. Все началось, когда древние народы изобрели свои первые лодки. Это были аборигены Гренландии, Азии, Северной Америки и Арктики. Каркас лодки делали из дерева. Соединительными элементами служили кости животных. А для тепла и устойчивости корпус обивали шкурами животных. В начале 20 века немцы первыми усовершенствовали конструкцию современного каяка, сделав его сборно-разборным. Начиная с 50-х годов прошлого века форма и функциональные особенности лодок претерпели существенные изменения. Каяки стали изготавливаться из стеклопластика. Первые соревнования на каяках прошли в 1936 году между Германией и Францией. Именно тогда интерес к каякингу возрос во всем мире. И в том же году соревнования на каяках были включены в программу Олимпийских игр, как отдельный вид спорта. В наши дни каяк представляет собой плавательное средство для спорта, активного отдыха и туризма. В зависимости от предназначения различают несколько видов каякинга. Прогулочный. Для этого вида каякинга больше подходят равнинные реки и озера со спокойным ровным течением. Каякинг на бурной воде. Этот вид предполагает преодоление технически сложных препятствий. Это могут быть пороги, повороты горных речек, трудные участки на равнинных водах. Родео или, как еще говорят, фристайл. Он заключается в демонстрации трюков и акробатических элементов, таких за многие годы придумано великое множество. Самое главное помнить, что каким бы ни был выбор, каякинг всегда подарит только самые яркие впечатления, невероятные ощущения и прекрасный отдых. Каякинг Как мы узнали из нашего сюжета, каякинг – относительно молодой вид спорта. Ну а что касается развития на нашем полуострове и каким успехом он пользуется среди крымчан, нам расскажет инструктор по каякингу Антон Галдин. Антон, привет! Приветствую! Расскажи, пожалуйста, как ты проводишь свое крымское лето? Постоянно в тренировках или все же пытаешься уделить или находишь время как следует отдохнуть? К счастью, каякинг – такой вид спорта, который позволяет и тренироваться, и отдыхать одновременно. Во-первых, это отличный отдых, море, солнце. А во-вторых, постоянно динамическая нагрузка на все мышцы, которая просто позволяет получать удовольствие от того, чем ты занимаешься. В общем, совмещаешь полезное с приятным, да, так скажем? Ну тогда теперь расскажи, как ты познакомился с этим достаточно непростым видом спорта? Все произошло совершенно нереально. К нам в руки в офисе, в офисного понктона попал буклет, грубо говоря, проведи выходные там на Днепре. Поехав с ночевкой на байдарках, 8 лет назад для меня и группы моих друзей прям вот отдых превратился в увлечение на целое лето, ровно сколько позволяют наши моря и реки. Скажем, буклетик сыграл свою решающую роль, да, в твоей дальнейшей жизни? Также мне известно, Антон, что каякинги есть определенные направления. Расскажи, пожалуйста, о них подробнее, в чем отличие и какое именно ты практикуешь? В зависимости от того, ходим ли бы на море или же это каякинг на речках, на бурной воде, различают морской каякинг, это вот непосредственно чем мы занимаемся, чем лучше всего заниматься в Крыму. Сплавной каякинг, это сплавы по большим широким рекам, есть сплавной каякинг, но подразделение крикинг, сплавы по узким ручьям, маленьким там затокам, водопадам, бочкам. Есть фристайл каякинг, где на волне, которые создаются бочками на реке, ты отрабатываешь, показываешь разные элементы. Ну, также есть более спортивные дисциплины, как гребные, гребля, гребной слалом, есть смесь и футбола, и каякинга, называется канопола. Собственно, 3-4 вида постоянных в мире уже существует. Антон, как я сказал ранее, ты являешься инструктором по каякингу, но все же скажи, для тебя это больше как вид активного отдыха или же спорт? Для меня это больше вид активного отдыха. Во время отдыха какие-то элементы, которых тебе не достает, чтобы осуществить ту или иную идею, ты берешь в спорте, отрабатываешь их и уже потом делишься с ребятами. Прежде всего это отдых. Скажи теперь, как на сегодняшний день развивается кайкинг в России? В России с обилием горных рек, обилием водоемов, широчайшей границей, проходящей по морям, океанам, очень активно, особенно последние 3 года развивается морской каякинг. Ну а регионы, которые богаты водой, реками, там Карелия, Кавказ, Байкал, разные там горные реки, Сибири, они традиционно, начиная с байдарок, с презентовых лодок, традиционно уже развиваются как регионы сплавного каякинга. Ну а теперь самое главное, что ты скажешь о развитии на нашем полуострове? Последние 5-6 лет с появлением более доступных пластиковых каяков просто, можно сказать, Крым поразил бум каякинга. Если самые первые места, можно сказать, Мека крымского каякинга, Балаклава, Ласпи были облюбованы каякингами еще лет 5 назад, то сейчас практически везде, на каждом пляже, особенно в местах, где есть самые уникальные крымские достопримечательности, можно взять каяк, собственно, даже не имея своего, приехать, уделить хоть каждые летние выходные, осень, весну и практически оплыть целый Крым. Настолько он стал популярным. А скажи, что касается соревнований, проводятся у нас в Крыму соревнования? Соревнования непосредственно, скажем, в виде игровых сплавов мы начали проводить на день города Симферополя сплавные, сплавной каякинг на нашей речке Салгир. На море большинство клубов сейчас перешло на такой формат, что раз в неделю для всех желающих, тоже и спортсменов, есть рейтинговые соревнования, победители которых получают участие, возможность участия в крупных соревнованиях, обычно они приурочены к концу лета. Так, у нас несколько марафонов есть, каякерских, там дистанции от 50 до 85 километров, ну и вот рейтинговые иженедельные соревнования. А какие самые популярные места для проведения вот этих вот так называемых марафонов? Самые интересные места это, конечно же, Балаклава, Тарханкутская бухта, Коктебельская, бухты Судака, Веселого, меньше южный берег Крыма из-за того, что там больше закрытых зон, но все-таки. А скажи, как вот вы вычисляете победителя именно в каякинге? Победителя на марафоне вычислить очень просто. Это самый первый ушедший в отрыв от своих преследователей и самый первый пришедший к финишу. А в каких вот направлениях? Я так понимаю, там есть одиночные лодки, есть там где по два человека? Есть у нас каяки одноместные, двухместные, соответственно, и две категории, как минимум, у нас сразу появляются одноместные каяки и двухместные. И дальше отдельно мужчины, отдельно женские за счет, но, конечно же, за счет и по возрастам. Антон, вот каякинг является достаточно непростым, да, и даже экстремальным видом спорта. Скажи, за твою практику были ли какие-нибудь казусные случаи? Может быть, что-то пошло не по плану? Как действовать в таких ситуациях? Стараемся превратить каждый такой случай в опыт непосредственно для нашей школы, в положительный опыт, ну и в положительный опыт для людей. Самое главное, с чем связан риск, это изменение погодных условий. То есть, давая инструктаж начинающим каякерам для ровной, спокойной воды, погода может поменяться кардинально, и штиль сменится ветром. Самое главное, чему мы стараемся научить людей, это не впадать в панику, но даже если к нам поступают сигналы, вот, потерявшихся каякеров, да, либо ребят, которые не могут дальше продолжать маршрут, мы стараемся выслать инструктора, успокоить, разбить группу, выявить более сильных грибцов, более слабых, и таким образом дойти до берега. Если же такой возможности нет, у каждой каяк-станции есть дежурный катер, который всегда поможет каякерам добраться в любую погоду к точке старта. Ну что, Антон, теперь я думаю, как мне, так и нашим телезрителям будет интересно посмотреть на это в действии, не мог бы ты показать нам небольшой мастер-класс? Да, конечно, пойдем на инструктаж. Итак, мы подобрали жилет, выбрали весла, теперь непосредственно займемся обучением техники каякинга. Чем мы гребем? Гребем двухлопастным веслом, у которого у нас есть лопатки и есть шафт или древко весла. Лопаточки имеют тыльную сторону, имеют лицевую сторону, лицевой стороной лопатка постоянно должна быть направлена к нам. Ага, ну так. Да, на лицевой стороне обычно производитель рисует разные логотипы, символы, которые всегда помогут взять нам весло правильно. Во-вторых, лопатки у нас имеют скошенную часть, которой рассекаем воздух, которая у нас входит в воду, поэтому скошенная часть у нас во время гребли должна всегда быть внизу. Каким хватом мы гребем? Находим серединку весла, ставим ее на макушку. Так, вот так? Да. А теперь расставляем руки по веслу так, чтобы в локтях образовался прямой угол. Ну вот, примерно. Теперь поставили весло перед собой, запомнили положение рук относительно середины и вот этих вот черных резиночек. Это наш оптимальный хват. Если мы делаем хват шире, пару грибков будут очень мощные, но неудобные. Если мы делаем хват уже, в штиль можно будет грести, но мы все-таки должны грести нашим оптимальным хватом. Во время гребли в правой руке у нас всегда весло закреплено жестко. В левой руке весло прокручивается, как будто мы газуем на мотоцикле. Это нам необходимо для того, чтобы во время каждого гребка лопаточки у нас входили правильно в воду. Лопатки, в свою очередь, не зря у нас развернуты в разные стороны. Дело в том, что если лопатки будут в одной плоскости, мы будем бороться с сопротивлением ветра, а разворот лопаток в разные стороны позволяет нам во время гребли воздух растекать. Именно поэтому каждый раз во время левого гребка мы будем весло проворачивать и уже делать гребок. Как непосредственно происходит гребок на практике? Выпрямляем правую руку вперед, левую прижимаем к себе. Весло входит в воду у нас перпендикулярно плоскости воды. Правую руку выпрямляем вперед, левую прижимаем к себе. Лопатка входит в воду перпендикулярно. Делаем гребок от носа каяка до бедра. Раз. Теперь смотрим на левую лопатку, правой рукой поворачиваем ее на себя, опускаем в воду, делаем гребок с левой стороны 2. Снова без поворота делаем гребок с правой стороны, поворачиваем лопатку на себя, опускаем в воду, делаем гребок с левой стороны. В результате получаем вот такое движение. Поочередное выпрямление правой и левых рук. Это так называемый прямой гребок. разогнались таким образом надо остановиться для остановки мы притапливаем весло сбоку от себя если притапливаем справа каяк останавливается и чуть-чуть заворачивает вправо притапливаем слева каяк останавливается и чуть-чуть поворачивает влево если мы весло опускаем за собой то весло ведет себя как руль и соответственно мы будем поворачивать не теряя скорости поворачивая влево Или, притапливая справа от себя, мы будем поворачивать вправо. Если на нас движется препятствие, то не меняя положение лопаточки, не тратя на это время, мы гребем от бедра назад. Точно так же обеспечивая максимальный грибок, максимальную плоскость лопатки в воде. С прямым грибком разобрались, мы можем встать, теперь и пойти прямо. Но что мы делаем для поворота? Для поворота точно так же опускаем весло в воду, фиксируем свой взгляд на лопатки. И грибок мы делаем вместе с корпусом, как бы за себя. Вот так, да? Да, мы делаем грибок с правой стороны, каяк у нас поворачивает влево. Делаем грибок с левой стороны, каяк поворачивает вправо. Вот, да? Да, это так называемый дуговой грибок, и его мы будем выполнять до тех пор, пока нос нашего каяка не будет смотреть на цель, которую мы преследуем. Мы научились грести, теперь как правильно мы садимся в каяке? В каяке мы сидим исключительно с ровной спинкой, ногами распершись в упоры, спина у нас прямая. Как я уже показывал, гребем мы от носа корме, от носа корме. Сохраняем равновесие в каяке мы бедрами. Наш центр тяжести находится внизу, и если мы будем правильно грести, не крутить плечами, каяк у нас не перевернется. Именно поэтому мы будем сидеть в каяке все время с ровной спиной. Каяки у нас безопасные, максимально предназначенные для путешествий вместе с семьей, с друзьями. Но что будет, если каяк перевернется? Во-первых, мы с вами одели жилеты, мы не потонем, весла не тонут, каяк тоже не тонет. Если мы очутились в воде, первое, что мы делаем, мы поднимаем руку вверх. Это наш знак того, что нам нужна помощь. Подплывают наши друзья, становятся с противоположного бока, мы готовимся залазить в каяк. Залазить так же легко, рукой, которая ближе к сидению, беремся за противоположный борт, которая ближе к сидению за дальний. Затягиваем себя грудью на каяк, приподнимаемся, садим сначала попу, скидываем ноги, и мы снова к себе. Понятно. Продолжаем движение к нашей точке. Ну все, приступим к практике, как говорится, да? Да. И самое главное, после освоения техники, инструктажа, что нам надо, чтобы все-таки заниматься каякингом в Крыму. Максимальная защита от солнца, не менее литров с собой воды на человека, рубашки с длинным рукавом, на ноги можно накинуть полотенце, либо одеть специальные регенсы или тайцы, которых сейчас много, и мы максимально готовы к нашим путешествиям. Начнем? Да. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Ну что, Антон, на личном опыте я убедился, что каякинг – это действительно волнительно и в то же время незабываемо. Спасибо большое, что познакомил нас с таким видом спорта, желаю тебе дальнейшего развития в своем направлении. А я напомню, что с нами был инструктор по каякингу Антон Галдин. Каякинг – это не просто один из видов водного спорта, это прекрасная возможность насладиться самыми красивыми пейзажами и получить заряд адреналина. Какой бы вид каякинга вас не заинтересовал, вы гарантированно получите море приятных впечатлений. А что вы знаете о каякинге и какой вам больше по душе? Ну да, знаю, крутая штука, очень прикольно, можно покататься. Это необычно, наверное, пока еще для нашего региона. Хорошо, весело. Каяки, да, знаю. Плавали вдвоем, где-то за Алуштой, по-моему, да. И рядом с ними большое количество дельфинов. Вот. По фотографиям видела, сама не пробовала. А если бы у вас была бы такая возможность, хотели бы попробовать? Ну, у нас запланирована поездка, да. Мы собираемся в августе ехать тоже. О каякинге я слышу. Я знаю, что они бывают разных видов, но мне больше нравятся прогулочные. Мы с друзьями взяли каяки и поплыли на другой берег. Потом кто-то пожалел безумно. Ну да, прикольная штука, да, очень веселая. Да, я больше пассивный люблю, спокойный. Никаких стримов не люблю. Друзья пробовали, очень понравилось. Они еще в такую погоду хорошие были мне. Прям рассказывали, очень понравилось. Не каталась, конкретно ничего не знаю, но, конечно, мне интересно. Была плавя, я видела, да, катаются очень красиво. А вот если была бы такая возможность, хотели бы попробовать? Ну, думаю, да. Прикольно, что на доске с веслом развивает как физически, так и стабилизацию. В общем, прикольная штука. Хочу купить ее, а вот жена не разрешает. Вообще, всем советую, отлично. Она подойдет как бы и для новичкам, и для профессионалам. А дальше уже можно развивать другие направления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для того, чтобы добиться желаемого результата, достаточно не только выполнять те упражнения, которые я всегда показываю, но и хорошо разминаться перед ними. И сегодня речь пойдет о разминке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прежде чем приступить к силовым упражнениям, мы должны как следует подготовить сердечную мышцу для дальнейшей работы. И сделаем мы это на кардиотренажере. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как мы знаем, поясница является самым уязвимым местом для получения травм, особенно в базовых упражнениях. Поэтому в следующем мы выполним упражнение как раз таки для разогрева именно поясничных мышц. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующим этапом разминки станет подготовка суставов для дальнейшей работы в силовых базовых упражнений. Для этого нам потребуются достаточно легкие гантели, буквально по 3-4 килограмма, ну и выполнять следует следующие движения. Для этого руки сгибаем в локтях, гантели держим параллельно, разводим в стороны, локти желательно прижимать к головищу и обратно. Тем самым разминаем манжету плеча, делаем 10-12 повторений. Далее выводим руки в верхнюю позицию и делаем также круговые вращения. Локоть держим на месте. Также 10-12 повторений. Далее делаем разведение гантелей в стороны. Разминаем заднюю дельту и трапециевидные мышцы. Далее делаем подъемы гантелей перед собой. Также разминаем плечевой сустав и переднюю дельту плеча. Сделали 10-12. Далее разминаем среднюю дельту плеча. В основном нагрузка ложится на плечи, так как это самая травмоопасная мышечная группа на нашем теле. Делаем стороны и завершающее движение – жим гантелей над головой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Перед тем, как приступить к очередной тренировке, не забывайте тщательно разминаться. Ну а сейчас, когда я как следует разогрелся, я приступлю к своему первому подходу. Сегодня мы поговорили о таком весьма доступном, но и в то же время экстремальном занятии, как каякинг, узнали о его преимуществах и недостатках, а также выявили самые востребованные места для занятия этим видом спорта. А с вами был я, Ленур Катаев. До новых встреч!